Вот такой вопрос мне задали в комментариях к Донату. Что из себя представляют женщины-автомеханики и женщины-пилоты, я не знаю. Кто-то утверждает, что они существуют, но, например, я за всю свою жизнь ни одной женщины-автослесаря не встречал. Что из себя представляют женщины-военные, можно судить, например, по тому, сколько женщин принимает участие в так называемое СВО. Я нам рассказываю, что во время Великой Отечественной войны женщины воевали, и воевали вроде бы неплохо. Некоторые из них были даже представлены государственным наградам. И тут одно из двух. Или женщины за прошедшие годы по какой-то причине очень сильно измельчали, или информацию о делах давно минувших дней надо все-таки проверять. Ну и отвечу на второй вопрос. Никакой заслуги женщин в том, что они рожают, нет, потому что в их организме все происходит автоматически. Думаю, если бы женщины сами управляли развитием ребенка, то никаких детей мы бы не увидели. И на самом деле это не означает, что женщины плохие. Просто природой женщине отведена одна единственная функция – быть инкубатором. И для того, чтобы выполнять поставленные перед ней природой задачи, женщине нужно уметь привлечь себе мужчину, который будет ее оплодотворять, кормить и защищать, и уметь быстро прятаться или убегать в случае опасности. Давайте признаем честно, что и то, и другое женщины умеют делать достаточно хорошо. А ждать от женщины, что она будет уметь делать что-то еще – это то же самое, как, например, ждать от пылесоса, что он будет работать еще и как стиральная машинка, как холодильник или как микроволновка. и вылезает драмы, и от actionдад, пылесоса. Продолжение следует...